Старики, инвалиды, пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи. Все они живут в пятиэтажном строении по улице Уржабай-Батыра, 54-1. В этом доме износилась отопительная система. Ремонт нужен срочно, а просить о помощи некого. За домом нет закрепленных КСК и ОСИ. Как выйти из непростой ситуации узнавал наш корреспондент. То, что отопительная система этого дома требует ремонта, видно невооруженным глазом. Это не дает жильцам спокойно спать. Ведь в лучшем случае дом останется без отопления, а в худшем обвалится вовсе. Жители строения забили тревогу, когда на прошлой неделе их подвал превратился в настоящую баню. Просим помощи в ремонте подвального помещения, а именно отопления. Своими силами жильцы справиться не могут, так как не имеют профессиональных навыков. В конце концов, ими было принято решение вызвать сантехника и оказать трубам первую помощь. Получается, у нас порывы пошли, стояков батареи отопления. И пришлось вызвать, потому что весь подъезд сырой до самого пятого этажа. Сейчас лестницы просыревшие, они отсыхают, вся влага выходит наружу. Это очень тяжело, дети дышат этой сыростью. Проблема остается, потому что трубы уже изношены, изношены процентов, наверное, на 50. Специалисты из жилищной инспекции уже наведались в гости к жильцам. Они подтвердили, проблемы здесь и правда есть. На трубопроводе отопления выявили свич по стояку общей кухни. А вот угрозы обрушения дома пока нет. В период 2017 года по на встрече время отделом жилищной инспекции было проведено более 20 встреч с жильцами по вопросу управления домом. На данных встречах собственникам квартиры было данное разъяснение по выбору формы управления. Необходимость сбора целых средств для проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций и жилых дома. Согласно статье 32 закона РК жилищных отношений, собственники квартир и нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта экономиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего капитального ремонта общего имущества объекта экономиума. КСК и ОСИ жители здания зарегистрировать никак не могут. Ведь общая проблема не объединила их, как это полагается по закону жанра, а наоборот поделила на левую и правую стороны. Категорически против. Одна сторона вроде за, вторая против. Есть правая сторона, есть левая сторона. Правая периодически не дает нам доступ в подвал. Говорит, это мы сделали, получается, ключи, сварили двери, все. Увы, закон для всех един. Похоже, что жителям дома все же придется помириться и собрать все свои пенсии и пособия на ремонт подвальной системы отопления.